Всем привет! Сегодня готовлю грузинскую аджику зелёную, острую, очень вкусную и ароматную. Кому интересно, оставайтесь со мной. Что нам для этого нужно? Болгарский перец, стручковый перец, свежая кинза, чеснок, хмели-сунели, кориандр, подсолнечное масло, соль, сахар, уксус. Буду говорить количество по мере готовности. Так легче запомнить. И в описании тоже будет. Итак, 500 грамм болгарского перца. Очищаем от семечек. Точно так же очищаем 200 грамм стручкового перца. Работаем в перчатках, потому что острый стручковый перец обжигает пальцы, чтобы не получить ожог. Нам надо всё это пропустить через мясорубку. Для начала, конечно, пропустим свежую кинзу, чтобы она не оставалась в мясорубке. Свежей кинзу у меня 100 грамм. Можно чуть больше, если есть. За ним пропускаем чеснок, две головки чеснока и наш болгарский и стручковый перец. То есть свежие овощи все пропускаем через мясорубку. Так, я хорошо. Самое время. Продолжение следует... Посмотрите, сколько жидкости выделяется. То есть нам этого хватает, чтобы проварить его немножко. Добавляем 1 столовую ложки соли. Соль нужна для консервации крупная без йода. 2 чайные ложки сахара. Я чуточку соли еще добавила. Получается 1 столовая целая ложка соли. Ставим теперь ее на плиту и доводим до кипения. Теперь добавляем 1 столовую ложку хмели-сунели. 1 столовую ложку кориандра. Перемешиваем хорошенько, чтобы не образовалось комочков. Теперь добавляем 6 столовых ложек уксуса 9% и 4 столовые ложки подсолнечного масла. Все мешаем. Мама! Посмотрите, варится он у меня уже где-то 7 минут. Цвет уже поменялся. Он уже не ярко-зеленый, а такой с желтоватым оттенком. Это значит, что уже подходит. Нам нужно слегка избавиться от лишней жидкости, но полностью высушивать не надо. Прошло у нас 15 минут, аджика полностью готова. Добавляю 2 таблетки аспирина для консервации. Мешаю до полного растворения и выключаю. Варилась аджика ровно 15 минут. Дальше заполняем все это в стерилизованные баночки. Баночки у меня такие маленькие, специально для аджики. Очень хорошо подходят. Дальше заполняем плотненько. Закрываем горячей крышкой. Закрываем горячей крышкой. Вот такая аджика у нас получается. Переворачиваем до полного остывания. Дальше можно убирать в кладовку. Если крышку откроете, то обязательно кладите потом в холодильник. Подходит для очень многого. То есть можно и в суп добавлять, и к мясу подходит, и к рыбе подходит. И просто макать хлеб и так кушать можно. Очень вкусно. Для любителей острого это то, что надо. Обычно готовят в сыром виде. Я смотрела ролики, все так рассказывают. Прямо хранится очень долго. Там всю зиму можно хранить. Не хранится она долго в сыром виде. Оно очень быстро портится. Все, что связано с чесноком, очень быстро портится. Поэтому без варки, без кипячения, без стерилизации это невозможно. А вот в таком виде оно действительно хранится долго. Но хотя вы долго его и хранить не будете, оно очень быстро съедается. Вот у меня получилось вот столечко. Один 200 граммовый стакан и четыре маленьких 120 граммовых. И вот один крышкой вверх мы его съедим сейчас. Оставила я. Мы не выдержали. Вот так вот выглядит наша готовая аджика. Очень вкусная, очень ароматная. Даже если вы добавите его в обычный пресный суп, получится суп очень вкусный и ароматный. Надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, я объясняю понятно. Подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...